Сегодня у нас к чаю простые, но очень нежные пирожные, а простые в плане приготовления. Основные ингредиенты это слоеное бездрожжевое тесто, у меня покупное два листа и апельсины, а точнее полтора апельсина. Тесто нужно раскатать, но не тонко. Теперь придаем ему вот такую круглую форму. И получается у нас вот такой довольно толстенький корж. Корж нужно положить на тефлоновый коврик или на пергаментную бумагу. С помощью кисточки корж нужно намочить водой, присыпать сахаром и разрезать на треугольнички. Вот так можно их немножко друг от друга отсоединить. Перекладываю на противень и отправляю в духовку разогретую до 200 градусов выпекаться приблизительно 15-20 минут, чтобы получилась румяная корочка. Вот так выглядят готовые треугольники с карамельной корочкой. Даем им остыть. В качестве крема я буду использовать апельсиновый курт. Это тот же самый заварной крем, но только на основе фруктового сока, в данном случае апельсинового. Мне нужно полтора апельсина. Я снимаю цедру и выжимаю из них сок. В сотейник или в кастрюлю с толстым дном я выливаю сок. Здесь получилось у меня 150 грамм сока. Апельсиновую цедру. Цедру обязательно натирать только тоненькую верхнюю оранжевую часть. 60 грамм сахара. Здесь уже по вкусу, можно чуть послаже, это она любителя. 3 желтка и 1 чайную ложку полную крахмала кукурузного. И все хорошо перемешиваем. Кастрюльку ставим на огонь и будем варить до загустения, постоянно помешивая. Это займет приблизительно 10 минут. Можно добавить щепотку соли. Приготовить такой крем можно из любых сочных ягод. Я уже не говорю о мандаринах, апельсинах и лимонах. Это вообще классика. Получается очень вкусный крем, который подходит для заполнения капкейков, пирожных разных, тортов, тарталеток. Он очень легкий, вкусный. Вот уже начинает он густеть. Он тщательно помешает. Не забываем, что огонь очень-очень тихий. Крем готов. Его готовность я проверяю вот так. Проводим пальчиком. Остается такая борозда. Все. Чтобы убрать цедру, я крем протерла через сито. И пока он теплый, я к нему добавляю грамм 20-25 мягкого сливочного масла. Но хорошего качества. Это 82%. И все хорошо перемешиваем. Теперь я его закрою пленочкой и отправлю полностью остужаться. Каждый треугольник разрезаем на три части. Можно не до конца. Вот так, лишь бы она открывалась. И в серединку будем накладывать тонким слоем уже застывший крем. И накрываем. И так делаем все треугольнички. Кстати говоря, крем хранится в холодильнике до 7 дней. Немного крема оставшегося я переложила в кондитерский мешок. И вот так еще можно красиво вылить наверх. Каждого треугольничка. Вот такой десерт у нас получился. Очень нежный, вкусный, легкий и ароматный.